Валерий Кузьмин, директора «Перевоспитания» 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 то нет, пока не сформировался абстинентный синдром, я должен видеть больного. Еще раз, об абстинентном синдроме отдельный разговор, я сейчас вообще не про это. Я сейчас про то, что я думал, что если бы он был алкоголик в нашем смысле, то все было бы куда сложнее. Но вот это очень раздражало жену, и он пришел по ее просьбе к Эриксону, знакомый на ситуацию. Правда, Эриксон сказал, ты где покупаешь лиски? Он сказал, ну вот тут у меня, у подъезда есть магазин нижнего возраста. Очень хорошо сказал Эриксон, пей, каждый вечер пей. Только дай себе задачу, дай себе слово, что ты каждый день будешь покупать виски в магазине, который расположен как минимум за пять кварталов от твоего дома. Они посмотрели карту вместе с терапевтом, нашли магазин такой и решили вот здесь. Соответственно, разница была лишь в том, что ему за виски нужно пройти пять кварталов. И он бросил это дело. Что сделал Эриксон? Ну вот помните первичное определение? Он просто усложнил задачу. И как только, хотя бы в чем-то, эта выпивка перестала быть простым рефлексивным действием, человек от нее отказался. Просто потому что это стало стоить усилий каких-то. Понимаете, какая же? Для алкоголика, я извиняюсь, усилия? А не для алкоголика, а для нашего человека, потому что наш человек все это послушает. И даже если он деньги заплатил по поиске жены, будет продолжать покупать виски в своем магазине. Он еще скажет, что это за... А что это я должен куда-то ходить? И что вы смеетесь? Чистая правда. Ну вот, как вам сказать? Опять, я надеюсь, что мы будем об этом говорить, потому что самое главное, если мы имеем в виду нишенью вот это самое ложное я, или вот это модель проективной идентификации, то всегда можно найти способы, как с ней работать. В нашей культуре. Поскольку мы вот это... Понимаете, о чем вы говорите? Мы себе это все знаем. Все знают. Какой способ борьбы с наркоманией? В среднем, по всему миру, чем выше образовательная чанс, тем меньше над командой. Дело... Предельно простых вещей. Дело в том, что как только человек вообще в принципе начинает понимать и задумываться, как здесь присутствующий, о том, чего он на самом деле хочет. То есть получается любой, вот любой, по модели, навык анализа, например, на кафедре психотерапии нашей, тогда еще Рожновской, сейчас кафедре Макарова, как бы... В свое время был эксперимент с 90-е годы подростки, нюхавший клин. Вот. С ними занимались символ драмы по лейнеру. Тупо. Это работа в воображении, работа чем-то похожая на сказку. И это работа, в которой вообще можно не разговаривать. Поскольку практически эти мальчики с вокзалом были неговорящие. И у них там до 80% бросало клин. И это идет в обход вот этой паразитарной, да, мы сейчас говорим паразитарной установки. Я вот эту идентификацию, я наркоман, я о ней могу очень долго говорить, потому что я много писал об этом. Я ее называю, на самом деле это не идентификация, я наркоман. Наркотик тут почти ни при чем. Сейчас объясню. Потому что почти, конечно. Дело в том, что эта идентификация это с моделью легкой жизни. Вот эта проекция заключается в следующей вещи. Я особенный, и все остальные не могут жить легко, а я смогу. Ну вот у всех не получится, а у меня получится. Это гораздо более сложная идентификация. Это я говорю о... То есть тут есть некое под этим мировоззрение, некий идеал потребительской культуры. А идеал именно в этом и заключается. Я покупаю что-то, и счастлив от этого. И все. И я могу так жить, и мне совершенно... Они скажут родителям, да, те же спайсовые наркоманы, я же это слышал тысячу разу. Они скажут родителями, а я хочу жить легко, а мне плевать на ваше образование и на то, сколько вы за свои гроши тратите. Я перепродаваю, в день 30 тысяч имею. И срать я на вас хочу. На самом деле это не так, потому что в один прекрасный день жизнь его все равно столкнет с ответственностью. Но об этом... Это же инфантильная проекция. Он об этом даже не сильно задумал. Но думать-то... В том-то все и дело, его можно заставить по-разному. И не обязательно при этом думать о наркоте. Вот если я понимаю, о чем он не хочет думать, я его могу погрузить в похожую внутреннюю панораму воображения. Я могу погрузить его в сказку, которая происходит об этом метафорически. И обсудить эту сказку. Я могу действовать в обход, но только я должен понимать, что в основе лежит не некая болезнь, в результате которой я должен сначала вывести вещество из организма, а потом назначить успокоительное, и все пройдет. А в основе лежит примитивное, инфантильное, но тем не менее представление человека о себе саму. Вот как только мы начинаем заниматься этими представлениями о себе саму. Да, ну, это же античность. Ну, что я нового говорю? На храме, на разваленах храма Афины знаменитая надпись «Познай самого себя». Пятое тысячелетие, по-моему, до нашей... Как только мы каким-то самопознанием начинаем заниматься, как только мы вводим туда, в эту проекцию, язык какой-то самопознания, ситуация начинает меняться. Другой вопрос. Это вопрос, который мы четко должны понимать. Вообще, любая идея воспитания, смены мировоззрения, во-первых, А очень зависит от искусства педагога, и поэтому этому надо учиться, учиться, еще раз учиться. Во-вторых, Б никогда не дает никаких гарантий. Но, как только, вот как только люди понимают, с чем они имеют дело, и пытаются искать способы, а эти способы есть в огромном количестве психотерапевтических методик. Причем, не методик, как бы вот абстрактных осуждений, как я сейчас говорю, а в таких конкретных методиках, имеющих свои ступени, если хотите, шаги, как символ драмы, лейнера, НЛП, некоторый, целый ряд моделей арт-терапии. Вот вам, например, такая, я называю такие методики, косвенные, косвенная методика самоопознания. Рисование автопортрета. вот рисуем автопортрет и анализируем поэтапно, чего я нарисовал, какую идентификацию. и я вам хочу сказать следующее, и это очень важно. Все эти методики будут в 3-4 раза эффективнее, чем то лечение, которое у нас сейчас в кавычках, с позволения сказать, проводится, потому что они будут всегда обращать внимание на причину болезни, в кавычках, то есть на человеческую душу. Но ни одна из них никогда не даст стопроцентного результата по одной простой причине. Мы имеем дело со свободной волей человека. Более того, эти методики системно, системно, надо периодически менять, раз в годы но менять, по той простой причине, что, помните, я говорил об эффективной результации, вот, эти методики, они будут, ну, как бы сейчас, вот, они будут зарабатываться, перегорать. Ну, как сейчас, в общем, я считаю, в нашей стране 12-шаговая программа перегорела. Она той эффективности, которую могла бы давать, не дает вообще. В обществах анонимных алкоголиков собирается очень определенная категория людей. Их немного, их мало. Например, может, это дело в революционном центре, а не в программе 12-шагового? Дело, дело, вообще всегда не в программе. Дело в том, и я сейчас не про программу. Я сейчас про то, что любая программа, да, это проблема, ну, давайте ее назовем, чтобы вы меня поняли, проблемы и тиража. Да? Ну, как бы был бог Довжинка. Он был один и был невероятно эффективен. Ему ехали, как ходим отрирует. И бонд помогал 90% тех, кто добирался и выполнял все его условия. Как Риксон, на самом деле. Тут очень были важны эти условия. Алкоголик должен две недели не пить, ехать долго в поезде, тринь, извините, долго ехать в поезде, потом долго ждать голодные явления Александра Мановича. Ночной был отдельный шоколад. Короче говоря, все было продумано, это была довольно банальная психотерапия, но дело не в этом. Дело в том, я сейчас хочу сказать, пока была харизма Довжинка, все работало достаточно эффективно. Как только это попытались тиражировать, появились те самые разные люди, которые проводят программу наивных алкоголей. Я все время повторяю, в строгом смысле этого слова, и это чистая правда. Для того, чтобы тиражировать программу наивных алкоголиков, существует один единственный центр в США, который должен готовить специалистов и их сертифицировать. Почему? Да потому, что вот эту вот меру энтузиазма и понимания они как раз и добиваются. А при тиражировании, я вот очень хорошо помню, что я когда пришел в наркологию, как раз был всплеск Довжинка, и у меня был доктор, у которого горели глаза, деньги, 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 и который, я говорю, а чем вы кодируете, спросил я его. Довжинка же кодировал хлоротилом в детском заморозке. Вот, а он с гордостью сказал, а я кодирую бабушкиным торшером. Я представил себе картину там, оказывается, нет, он туда вкрутил бочную лампу, а у бабушкиных торшеров была настольная педаль и неожиданно включал. И вот эта вот фраза кодируем бабушкиным торшером, она как бы у меня застряла, как иллюстрация. Александр Геннадьевич, позвольте с вами согласиться, у нас уже есть собственно двое здесь как минимум присутствующих, а то может быть даже и больше, но мы о них не знаем, которые как раз таки эффективно посещают группу 12-шаговой программы. Мне бы хотелось все-таки вернуться к теме, к нашей, потому что все-таки программа это не теория, это скорее уже практика, вот, и давайте у нас время идет, я так понимаю, что у нас еще один семинар, да, вот, просто хотелось бы тоже прокомментировать, раз у нас уже обсуждение, а уже они как бы монолог идет, то хотелось бы вот то, что вы, Александр Геннадьевич, сказали, то этого, ну как бы вот уже в этом же ключе, да, двигаться, то есть с одной стороны, конечно, я с вами полностью согласна и поддерживаю такой комплексный подход, то есть он в себе сочетает и поведенческий подход, то есть наркомания как поведение и форма какого-то рефлекса, с другой стороны и как такой вот психоаналитический подход, то есть как наркомания, как замещение каких-то, в том числе, там, потребностей сексуальных, да, то есть причины ее, это и социокультурный какой-то, да, подход, то есть как воздействие культуры, вот, то есть это вот такое некоторое комплексное явление, но я бы хотела обратить внимание на следующую вещь, вот, от понимания этой проблемы зависит то, насколько мы адекватны этой ситуации, да, а сейчас вот в большинстве с вами, ну вот на разных уровнях мы сталкиваемся с тем, что действия, которые предпринимаются в том числе на государственном уровне, да, они не всегда бывают адекватны вот тому явлению, которое мы имеем, и, собственно, какие есть тут варианты, вот хотелось бы на этом тоже остановиться, то есть кто такой наркоман, да, кто такой, что такое наркоман, и кто такой наркоман, ну вот одна из самых распространенных, то, что это болезнь, да, и, соответственно, надо относиться к наркоману как к больному, причем она такая очень неизлечимая, хроническая и так далее, то есть и такая психофизиологическая основа под это, генетическая подкладывается, что все, это неизлечимо, конечно, можно так сказать, с одной стороны есть такие люди, которые действительно хронически болеют и не выздоравливают, но с другой стороны опыт показывает, что есть такие люди, которые прекращают употреблять наркотики и они уже воздерживаются, то есть эта теория, она как-то не ложится, не может объяснить, да, что как же так, столько исключений из правил. Я не буду в лицо читать, есть люди, которые не хотят выздоравливать, все станет своим, все вернется к этой болезни. Объясняется эта теория болезни, что человек не хочет выздоравливать, опять же, потому что он болен, раз он болен, как же он может захотеть и так далее, и так далее, то есть это такое компульсивное поведение, обсессия, тяга и все прочее, да, то есть вот таким образом объясняется и оправдывается то, что человек не хочет, он не захочет, А если захочет, то ненадолго, и опять к этому вернется. Вот следующая концепция такая, вкратце, да, вот буквально два слова, чисто в таком, наверное, теоретико-практическом ключе, поскольку это проблема на самом деле. То есть мы собрались, потому что есть проблема понимания правильного этого феномена, и что с этим делать. Следующее то, что это просто больные, да, то есть это больные, там, например, ВИЧ-инфекции, да, то есть, и, соответственно, ну, такой подход, он распространен сейчас у специалистов по социальной работе, например. То есть они пытаются к наркоману подойти как вот, ну, к какому-то инвалиду, как, ну, там, к ВИЧ-инфицированным. То есть они говорят, вот у нас есть успешный опыт работы с ВИЧ-инфицированными, среди этих ВИЧ-инфицированных много наркоманов, следовательно, мы можем работать с наркоманами точно так же, как с ВИЧ-инфицированными. Но с этим, опять же, ничего не получается, то есть потом начинаются вопросы. Ну, вот мы им все делаем, мы им все даем, но почему-то они уходят от нас, они не хотят к нам обращаться, они у нас не удерживаются, и почему-то им не нужна, в общем-то, наша помощь, оказывается. То есть они, ну, пришли и ушли, и пропали. Вот, ну, я можно вот, чтобы мне не сбиться с мысли, я вот хочу закончить. Я хочу сказать, вот почему они из-за инфантильной проекции, они хотят, чтобы у них все было, и ничего им завито не было. Ну, то есть тут специалисты... А то это наклоняет. Да, бывает в некотором, да, то есть вот понимание того, что это такое. То есть, ну, из этого мы можем сделать вывод, что наркоман – это не просто больной, да, это не просто ВИЧ-инфицированный, это, может быть, не просто инвалид, да, который будет сидеть в очередях и добиваться своих там услуг, то есть он не будет сидеть в очередях, он не будет добиваться своих услуг. Вы знаете, это вам понятно. Нет, я считаю, что вот... Это вам понятно, а вот кому-то это непонятно. Буквально вот 30 секунд, даже месяц. Все хотят перебить. На самом деле, нет, вот, Эльфрон сейчас говорит очень правильно, потому что идет запись, и вы не представляете, какое количество, в том числе административных людей, считают, что наркоманда как раз, он так и действует. Он будет сидеть в очереди, он будет ждать, когда к нему там это все... По корму даже. Они в этом искренне не дожди. Вы знаете, хочу привести небольшой пример, но так очень злободневно и актуально. Вот выделили деньги в Москве на сертификаты на реабилитацию. Да, но для того, чтобы получить сертификат на реабилитацию, надо получить справку от нарколога, надо получить справку в паспортном столе, надо со всеми этими справками, надо дойти до определенного места и адреса, при этом надо потратить огромное количество усилий, чтобы найти это место и адрес, и телефон еще. Потом, значит, соответственно, получить, собственно, желаемый сертификат. И специалисты в социальной сфере искренне удивлятся. Почему же к нам наркоманы-то не идут? Ну, родственники хотят даже. Да, даже родственники. И даже родственники не идут. А вот родственники непонятно. Да, вот, то есть удивляться. Они говорят, вот, например, мы с инвалидами, вот как работаем? Мы вот сделали то же самое, и вот у нас уже очередь, а тут очереди нету. Да, то есть получается, что к наркоману нельзя относиться просто как к инвалиду, или просто как к ущербному человеку, или просто как к ВИЧ-инфицированному. Или вот как, например, в Питере, там такой был пример, тоже жизненный пример. То есть там вот научились социальные службы работать с ВИЧ-инфицированными людьми. Действительно, среди ВИЧ-инфицированных людей есть много зависимых людей. Но потом возникла идея поработать именно с этой категорией социальной реабилитации зависимых людей. Так, есть категория ВИЧ-инфицированных, среди них есть много зависимых. Значит, давайте мы также будем работать со всеми наркозависимыми. Это абсолютно реальная ситуация. Это подход, понимание. То есть вот как мы это понимаем? Опять же, результат нулевой и непонимание. А почему же, собственно, не получается? То есть, может быть, они действительно неизлечимы. А тут, значит, получается тоже, что в очереди не сидят, значит, это им не нужно. Или, наверное, их просто нету, этих наркоманов. Просто их нету. Их 300 человек в городе, и они уже все лежат в наркологической клинике или сидят в тюрьме. Но мы с вами понимаем, что это не совсем так. То есть, зависимых реально очень много. Они все не хотят показываться в медицинские учреждения. Огромное количество зависимых людей находятся в разных реабилитационных центрах вообще по стране. Не только в одном месте, в Москве. То есть, они вообще находятся в разных местах. Их вообще очень много. Иллюстрация к вашему разговору. То есть, это отстанк, где речь работы в среднем. Мы специально спрашивали людей, сколько на мотивацию времени потрачено, для того, чтобы человек просто с улицы пошел на реабилитационный центр. И они такую стихию называли. Один год – это среднее. То есть, целый год с ними работают только на мотивацию, для того, чтобы он сам дошел до реабилитационного центра. Ну, вот это, да, следующее. То есть, вот это, я считаю, что это вот все понимания, они затрагивают только часть, но они затрагивают целое. И поэтому получается, что с людьми выстраивается работа на неправильных принципах, которые не приводят к какому-то значимому результату. Я хотела бы закончить. Я прошу прощения. Итак, дальше. Да, вот следующее неправильное понимание, то, что зависимые – это психбольные. Да, то есть, вот тоже есть такое понимание, что, ну, вот оно сходно немножко с тем, что это инвалиды или там ВИЧ-инфицированные, но это больше медицинский подход. Давайте мы их принудительно будем лечить, как психбольных, мы решим ей способности, мы с ними сделаем то, сделаем это. Но, опять же, это приводит только к синдрому почему-то госпитализма, но не приводит к извлечению. То есть, человек привыкает, будет хронический болен, непонятно чем, но он не вылечивается, он не выздоравливает именно от наркомании. То есть, он остается таким уже зависимым человеком, выходя на улицу, получая некоторые свободные и доступные средства, он опять возвращается к потреблению. А вот, следующая модель, которая, я считаю, тоже понимание, да, вот зависимости, которая является неправильным или, ну, как бы сказать, частичным только, да, что наркоман – это, ну, так скажем, или разгильдяй, или преступник. То есть, есть тоже такое понимание, оно такое обыденное понимание, да, то есть, ну, человек, говорят, сам выбрал это, он сам должен отвечать, это просто вот его размозганность какая-то, вот у него нету дела достойного, поэтому он потребляет. Давайте ему дадим работу, и он перестанет потреблять. Ну, хорошо, многие наркоманы к нам приходят и говорят, я сейчас найду работу, и я перестану потреблять. Как вы думаете, какой результат? Они потребляют, они не находят работу. А если они находят, они их теряют, они их теряют, их потребляют, теряют. Вот, и таким образом получается, что модель, вот, вот, такого, ну, как бы сказать, педагогической запущенности, да, вот, разгильдяйства, или модель, ну, вот это, наверное, все-таки разные, да, понимания, модель преступника, да, то есть, ну, это скорее правоохранительные органы, так относятся, ну, большинство, да, рассматривают зависимого человека как некий, ну, как массу, так скажем, некоторую массу. Они не рассматривают его в категориях человеческих, да, как правило, то есть это некоторый, ну, как бы конструкт, который нарушает закон, да, то есть это даже не человек. То есть, как правило, ну, как вот нормальный человек может ударить бабушку по голове, чтобы забрать у нее пенсию. Ну, как это такое может быть? Ну, хорошо, если мы относимся к человеку, как только к преступнику, тогда мы его должны наказать, он выйдет, осознает свою вину и выздоровеет, ну, то есть он не будет больше употреблять, но этого опять же не происходит, да, то есть получается, что это понимание, да, оно оказывается неправильным. Вот я сейчас вам привела несколько вариантов, ну, как бы сказать, и медицинского подхода, и социального подхода, и даже вот подхода обыденного и правоохранительного. Но все эти подходы, они, ну, оказываются как бы частичными, да, то есть поэтому мы не можем рассматривать зависимого человека только как инвалида, или только как больного, или как психбольного, или как ВИЧ-инфицированного, или как преступника, или как, там, разглядяя, там, например, да, но опять же вот эти все компоненты, они так или иначе у этого зависимого человека есть, да, то есть если мы вот все это соберем, окажется, что, ну, действительно, это зависимый человек, у него, как правило, много сопутствующих заболеваний, часто гепатиты ВИЧ, ну, это есть, да, часто он бывает еще инвалидом, там, ко всему прочему, особенно если он употреблял дезаморфин, да, он, как бы, он становится инвалидом фактически, часто он нарушает законы, действительно он становится преступником, и, как правило, ну, так скажем, его поведение нарушает общественный порядок и является следствием нарушения воспитания, то есть у него не отсутствуют стабильные интересы, отсутствует смысл жизни, то есть он действительно является человеком не очень занятым и разглядяемым, то есть, как правило, такие люди, они не имеют постоянного места... Он повторяет, Грина Петровна, это понятно, ну, почему ведете? Я веду к тому, что необходимо, вот, комплексный, ну, я сейчас... Комплексный подход, да. Вот, комплексный подход, да, то есть нельзя подходить к наркоману с какой-то одной стороны к наркозависимому, то есть как больному или как преступнику, да, то есть это такое явление... Ну, а как подходить-то, да? Можно я... Да, не, не, ну, давайте, я выслушаю до конца, до конца дайте точку. То есть я считаю, да, что наркомания, да, как бы сказать... Это все прелюдия была, как это понимать? Вот, ну, то есть наркомании нельзя просто так записать в какую-то коробочку, да, то есть в какую-то вот одну коробочку, то есть это отдельное явление, отдельное... Мы для этого собрали, чтобы понять, что это заявление. Можно я собрали? Вот, которая включает в себя все вот эти элементы, и к нему нужно относиться как к отдельному явлению, то есть оно в себе сочетает и заболевание, и отклонение в поведение, и варианты отклонения нормативности поведения социального, культурные там и так далее, все вот эти компоненты, и то, что связано с духовной сферой, потому что это отсутствие смысла жизни. Поэтому, конечно, вот только с учетом всех вот этих факторов нужно адекватно выстраивать отношение к этому феномену, да, и к тому, что мы будем делать. Вот, ну, я, Ирина Петровна, выяснили ваши слова, поскольку они, на самом деле, находятся совершенно в контексте того, от чего я начал разговорить. И это очень важно внутри себя, уважаемые коллеги, научиться понимать. Ирина Петровна буквально пыталась сказать следующее, но не смогла говорить. Первое. Наркоман – это личность, в скобках человек. А мы все время пытаемся это понятие упростить, порубить на куски и объявить его вот это реченфицирование, а не человек. Хотя это человек и личность. Вот это наркоман, а не человек. Человек – это больной, генетически больной, то есть это человек, которого надо изолировать от нашего общества. Как бы, и это и есть то самое, та самая наша, каждого из нас, я это подчеркиваю, наркомания. Это попытка упростить личность по одной простой причине. За личность очень трудно отвечать. Понимаете? Как только мы называем ВИЧ-инфицированных личностью, за них очень трудно отвечать, потому что сердце болеть начинает. Повышается уровень стресса. А мы хотим попроще как-нибудь. Поэтому разрабатываем модели поведения с ВИЧ-инфицированными, не как с людьми. А как с ВИЧ-инфицированными? И наркоман – это тоже такой человек, от которого отрублен кусок. Как только мы понимаем, что его надо воспитывать, это становится трудно, но можно. А до тех пор, пока мы пытаемся все найти, простые решения, мы топчемся на одном месте, читаем друг другу бесконечные доклады. Все, что я хотел сказать. Ирина Петровна затронула тему, она достаточно животрепельная и актуальна по поводу московских сертификатов. Вот получается, что благодаря тому, что вы сейчас эту тему подняли, мы можем развить и перевести в практический контекст наше обсуждение. Все таки кончатся. То есть, будем говорить, что на сегодняшний день мы должны представить модель, в принципе, что такое наркоман для соцобслуживания. Кто же он все-таки? Исходя из этого, сделать инструктаж, как работать с ним. То есть, будем говорить, мы как теоретики, вот Константин, я вот имею в виду, всех присутствующих здесь, должны предложить свою инструкцию по тому, как он должен воспринимать это лично, и как с ней взаимодействовать. Именно как в социальной работе. Инструкцию на тревогу. А мы как? Проблема заключается в том, что человек воспитатель социальной работы, это очень трудно, это очень сложная профессия. И очень важная, скажу, совершенно. Но как рекомендации мы же можем дать? Можем, конечно. А я хочу сказать следующее. На самом деле, ведь, это никакой сложности в проблемах сертификата нет. Единственная сложность с проблемами сертификата, намут. Реально. Она заключается в следующем. Наркологические койки в Москве стоят пустые. Евгению Алексеевичу Брюну отдали в 9-ю больницу психиатрическую. Очень жаль, там была интересная микросреда, реабилитационная. Очень интересная. И на начало лета, сейчас не знаю, брать не буду, там лежало 2 человека в больнице. Представляете? И это были бывшие пациенты, старые. Как бы наполнить больницу эту отдали, чисто под реабилитацию. И ее надо заполнить кем-то. Как бы родители, сами наркоманы настолько напуганы, и в первую очередь они напуганы поражением социальных правов. Конечно, это есть причина, по какой... Не нами напуганы, а поражением, возможности поражения социальных правов. Что идти они туда не хотят. И это значит, что Москва сегодня должна исключить любые другие варианты помощи. И любой ценой пожертвовать всем, чтобы не сократили наркологические койки. И дальше следует многоэтажная демагогия. Цель-то под ней предельно простая. Да, все тоже распределение бюджета. Потому что койки и эти люди тоже никого не волнуют. Волнуют, что бюджет был прежним открытым. И все. Нет, мы сейчас обсуждаем причину, по которой наркоман не придет в государственную структуру. А мне хотелось бы услышать в залоге того, что мы могли бы соцработникам предложить для того, чтобы модель, как они должны взаимодействовать с этими новой категорией для них, которую они не знают как. Начиная с того, как готовят тех соцработников, какими навыками они должны владеть, какими техниками, какими методиками. Что это за люди. И заканчивая то, какую работу надо выстраивать в соцзащите с этой категории. Ну, между прочим, я и, по-моему, при вас. Говорили, что Юрий Васильевич, что это центральный вопрос наш будет. И при вас. И я предлагаю начать его обсуждение. Мы через две недели планировали один странный семинар под названием «Реклама реабилитационных центров». А можно пораньше? Попусту это сегодня. Я понимаю. Мы уже не сможем еще два часа поговорить. Я хочу сказать, что проблема заключается в том, что для того, чтобы... Первое, что нужно сделать, это для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, нужно правильно научиться любой ценой правильно формулировать информацию обращенную. Ну, например, нельзя ни в коем случае говорить в этой информации и писать с таких слов, как «отказаться», «исцеляю». Ну, в общем, целый ряд каких-то элементарных принципов. И вот с этих элементарных принципов, на мой взгляд, со слоганом, с того, что мы собираемся рекламировать, как бы и начинается воспитание социального работы. Потому что вот когда он понимает вот этот центральный, да, центральный мотивационный прием, дальше, вокруг можно двигать все остальное. Потому что центральный вопрос все равно будет, как скажет Ирина Петровна, неправильно скажет, вопрос мотивации. Александр Петрович, я еще буквально хотела чуть-чуть добавить. Ну, на самом деле, так и есть, да, то есть получается, что вот я начала с того, что как вообще эту проблему воспринимают, да, разные категории. Мы сейчас, сегодня, простите, мы не умеем вообще даже говорить, я почему-то перебиваю, мы даже не умеем просто говорить, чем мы отличаемся от прочей. Понимаете? Вот в чем преимущество нашей помощи? Что такое социальная помощь? То есть начинать надо с нуля, а ноль – это вот эти вот элементарные навыки, мотивации, сообщения, позитивного сообщения, это о своей работе. Я не говорю, что вы, я не про вас, Ирина Петровна, не про вашу систему, она высоко научена. Я про то, что происходит вот с этой самой социальной службой. Вот, ну, на самом деле, я вот сейчас тоже к этому, ну, быстро, да, я уже поняла, что надо уступать в место. А вот, ну, начали с того, что вот нужно, чтобы был подход комплексный, то есть односторонний подход или отнесение наркозависимых только к одной какой-то категории, там, больных, преступников и так далее, педагогически запущенных, она недостаточно не работает, да, то есть когда вот относим к какой-то категории и начинаем работать, как будто с этой категорией, да, это не работает. То есть нужно воспринимать целостность и также, да, вот по аналогии с этим есть и в теории наркомании, да, разные подходы, которые, как бы, вот рассматривают наркоманию вообще с разных сторон, то есть там поведенческая модель, там, да, вот опять же, там, рефлексы, там и так далее, там модель экзистенциальная, то есть человек потребляет, потому что смысла жизни нет, ему надо куда-то вот в другой мир уйти, чтобы вот не пояснить. Секундочку, секундочку, я просто хочу познакомить, какие есть вообще модели, да, потому что... У нас тема называется «Теория зависимости и возможности лечения», но хотя бы давайте обозначить тему семинара, да? Повторяйте третий раз уже, мы просто замечаем, мы же не сделали вывод, есть теория зависимости какая-то у нас, есть ли возможности лечения, болезнь это или не болезнь, то, что есть определенные элементы, которые вы говорите, это мы понимаем все, мы же выступаем тоже, что наркоман это личность, которая, которая в рабовольном усилии пытается остановить свое развитие. Что мы должны сделать, мы должны дать толчок к началу развития. И все, вот это главная задача, потому что дальше помочь в саморазвитии, это уже само собой, это понятно, это то, чем занимается реабилитация как процесс. А важно понять, что это инфантильная личность, с определенными совершенно желаниями и проекциями, и дать ей толчок к развитию. Зависимость, то есть все слова должны иметь строгое значение, если мы не договоримся о значении этих слов. Конечно, с этого начинается, но зависимость – это психологический процесс. Он максимум находится в рамках невроза навязчивых состояний, или обсессивно-фобического невроза. Но невроз – это вариант развития личности, невротической личности. Есть компоненты, все-таки так, Олег Маджи, от них никуда не денешься, нейромедиация. Ну, наверное, я немножко, чуть-чуть знаю, как Ленина Петровна, нейромедиация. Правда? Это мой. Есть стадия невротического процесса, которая пришла в болезнь. На чем спорта? Нет. 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 Можно я? Чего тут кто-то уже? Я, есть врачи здесь, поднимется, не выступал. Врачи кроме меня. Я, если это не доктор, и дофамина – это мой вопрос. Ну что, я все глупоко не могу избирать. Я хочу сказать следующее, именно дофамина, случайно. Я же один из авторов в лице, поэтому я очень могу в этом поговорить. Но я сейчас не про это, я про очень простую вещь. Я хочу сказать, что вы путаете и вам, Ильин Петрович, как клиническому психологу, и реабилитации. Этого делать ни в коем случае нельзя. Есть зависимость. Это психологическая проблема, которую я в своем понимании пытался сегодня объяснить. А есть энцефалопатия. Неврологическая проблема, которая возникает от приема любых интоксикантов. Конечно. Это две проблемы, связанные в одной личности. Но это разные проблемы. Понимаете, по-прежнему? Это часть одного тела. Это разные проблемы. Потому что на самом деле, главное, что нужно понять, если мы, с моей точки зрения, если мы занимаемся реабилитацией, то мы считаем, что вот эта нарастающая энцефалопатия, которая существует объективно, не она определяет поведение. А мы занимаемся поведением. Она отчасти влияет на поведение, но не она его определяет. Потому что подход к болезни означает, что энцефалопатия, неважно, да, это наиболее универсальное слово, описывающее то, что происходит при интоксикации, дофамина и со всем остальным тоже. В общественном определяющем процессе там является посторонное голодание, разная форма гипоксии. А дальше идет наслоение всех разных других проблем. Но дело в том, что этот процесс не определяет поведение. Он отчасти даже его усложняет. Мы на нем можем играть. Он нам выгоден с точки зрения психотерапии. Но не он определяет поведение. Определение определяет личность. Она всегда сильнее этой самой энцефалопатии. Типичный пример я. Видите, я прожил в помещение, наверное, взмахаю. У меня на перепады погоды болит голова. У меня бывают перепады настроения и раздражительность. Я научился за жизнь со всем этим справляться. Но энцефалопатия у меня есть рожденная. Она не определяет моего поведения и мировоззрения. Приобретенная. Или приобретенная. Да, это точно так же, как нельзя сказать, что человек, если он получил травму черепа, он обязательно совершит преступление. Например, это бред. Правда? Точно так же и здесь. Проблема в том, что эти мозговые изменения в наркологии считаются определяющим человеческое поведение. А они есть, но определяет поведение. Психология задачи и цели жизни личности. Личности, а не энцефалопата. Понимаете, какая штука? Конечно, существует некоторая грань. Она существует. Ну, там, белая горячика, отек мозга и смерть. Да, конечно, она существует. Но до этой грани поведение человека, определяют его желания, цели, оно остается произвольным. Вот это, понимаете, это очень важно научиться различать. Потому что, если мы это не научимся различать, опять никакой реабилитации не будет, будет лечение. Нам скажут, ну, тут у вас, вон, целый дом отдыха больных людей. И давайте мы сейчас им всем таблетки назначим, и у вас будет тишь дырлать, и божьи. Подорожье. Понимаете? Да, подорожье. Здесь, вот это понимание необходимо, а мы все время в этом публике. Мы считаем, что некое, там, не знаю, посторонное голодание, нарушение обмена определяет поведение человека. И, обратите внимание, что очень важно в моей теории, я об этом просто, просто, просто раз говорил, не стал затрагивать эту тему. Давайте я объясню. Это значит, что у нас тоже вера, не христианская, и не психологическая, и хринический психолог, а химическая. То есть, вот как только человек говорит, вот мозговые изменения определяют его поведение, он мыслит, как наркоман. Потому что наркоман говорит, во, и я тоже так считаю, только у тебя свои таблетки, а у меня свои. И больше того, ты знаешь, дорогой, а я на своих таблетках себя лучше чувствую. Чего это я должен твои пить? Как только мы хотим что угодно противопоставить позиции наркомана, мы должны понимать, человек это такое существо, у которого мозговые изменения определяют поведение только при крайне тяжелых поражениях мозга, при крайне тяжелых помрачениях сознания. А во всех остальных случаях человек существо произвольное, обладающее волей. Он может преодолеть... Александр Иванович, у меня к вам встречный вопрос. А вот много ли поступков человек совершает произвольное? Нет, это стоп. Ну вот так вот. Ирина Петровна, по-честному. Я, да, я считаю, большинство. Большинство. Ну, а вот... Вы же сказали вопрос, есть разные точки зрения. Это зависит от того. Это зависит от того. Это зависит от того. Собственность собирает статистику. Поступок может быть автоматическим. Статистика и без одних. Я вот в этом реабилитационном центре знаю очень хорошо. Статистика и инструмент двояков. Выбитка в обе стороны. Я хочу сказать вот что. Я хочу сказать первое. Это для меня принципиально. И если бы я обратил внимание, если бы я обратил внимание, я вообще весь этот цикл семинаров начался обсуждение вопроса о том, что такое свобода. И если вы откроете наши архивы, то там сразу первые же семинары «Свобода и зависимость». и посмотрите есть, то тогда вы поймете, что мы это просто занимаем несколько часов к ряду. Но, опять, если я воспитатель, ну как, если я мам, то я либо произвольно, я либо учу ребенка быть независимым, либо, простите, кормлю его таблетками с детства, пытаясь химически определить его поведение. Вот я крайности, конечно, но понимаете, какая штука? Мама, это проблема созависимости, всегда сталкивается с этим. Потому что мама, однажды понимая, что она не может определить поведение своего ребенка, ни таблетками, ни уговорами, ни битием, которое, как известно, определяет бытие. Не подкупом. Как бы, ну не может и все. А эта дочка проклятая все равно ушла к этому проклятому лужинку, и что бы они были. И как бы, можно сколько угодно творить непроизводность поведения, есть знаменитый парадокс, но я сейчас не буду. Почему бы я и не за ним. Вот, понимаете, чем больше тип человека в своей жизни, я считаю, что этот закон действует всегда, утверждает, что поведение другого человека запрограммировано, несвободно, непроизвольно, тем чаще он в жизни сталкивается с внезапными событиями, которые ему, ну, никак не удалось предсказать, как правило, со стороны других людей. Ну, вот какую теорию не возьми, вот этой самой, чем определяется человеческое поведение, их же было много и разных. Главное, да, там, скинер, бихверония, научение, пара, инфлексы. А не, не поведение, там не определишь, и все. Ну, не определишь. Берете, как бы, как оно называется, это для реабилитологов обязательный просмотр залогной апельсин. Обязательный. Обязательный. Косовский вопрос. И смотрит. Случай, случай, закономерность. Стэнли Кублин, режиссер. Макдалуэлл, гений, гений, главный группа, играет бандиты и наркоманы. Наша сегодняшняя встреча, она посвящена теориям, в зависимости. И самое главное, каким теориям, которые привели бы к излечению, назовем берем это в кавычках слово, избавление, нам нужна именно такая теория. Потому что на сегодняшний день все, что разработано в наркологии, я вот с этим тезисом вообще не согласен. Теория, это вообще другая. Можно все-таки выискаживать? Понимали, давайте. Понимали, давайте. Иначе, те, что разработало было в наркологии, собственно, привело к тому, что признали, что это хронические, рецидивирующие заболевания. Я вот здесь вот в книжечке своей, там несколько статей, привожу слова Владимира Ивановича Вернадского. Неизлечимых заболеваний нет. Есть недостаток знаний. Все. Сказано почти сто лет назад. Из этого надо исходить. Надо искать те взгляды, которые приводят к полному излечению. Значит, тут возникает вопрос. Сложно ли это, или просто? Все общества ищут простые ответы, а мы ему предлагаем сложные ответы. И тем не менее, в течение истории человечества известно, что все гениальное просто. Значит, надо искать именно простые ответы на эти самые сложные вопросы. Я это ни разу не относился к человеку. Именно к человеку это относится. Не важно. Почему это происходит? Александр Альбертович прав к человеку. Давайте мне вас нужно искать, а потом выйти говорите. Хорошо? Я почему говорю, что простые вопросы? Я тоже думал на вопрос. Почему же все-таки такая фраза существует? Что все гениальное и просто. Послушал однажды выступление главного эндокринолога Подмосковья, сказал в 2012 году опубликовано во всем мире 25 тысяч работ по эндокринологии. Это вообще можно прочитать? Разве в этом можно разобраться? То есть мы строим такие сущности, разбираем, разбираем, а человек вдруг предлагает простую вещь, и говорит, нет, это невозможно. Потому что это очень просто. А может быть, все-таки вернуться к самым простым вещам и подумать над ними. Вот я и предлагаю подумать над этими вещами. Итак, посмотрите, о чем мы говорим? Мы говорим о чем? О поведении. Что бы там не говорило о наркологии? Болезнь или нет? Как только болезнь, все это неизлечимо. Если поведение, шансы появляются. Более того, мы постоянно работаем с поведением. Реабилитация – суть того, что надо изменить поведение. Но тогда надо обратиться к содержанию поведения, закономерности, как оно возникает, как оно становится, как оно изменяется, как оно устраняется. Так это уже известно в науке-то. Начиная с Павлова, Ухтонского, Анохина. Это уже известная вещь. Другое дело, что эти знания надо переложить на эту проблему. И тогда мы получаем простые ответы на сложные вопросы. Но их же использовал Скиннер. И все это полетело в тартарары. Все простые ответы. Но это теория гранатного научения. Но сколько ж можно не ошибаться? Помимо Скиннера, у нас есть еще профессор Орлов, доктор психологической науки. Может быть, обратимся к его знаниям, к его подходу? Да он, как вы говорите, не успел прочесть 25 тысяч работ. Конечно. Хорошо, что не успел. И правильно делал, что не читал. И видел только себя. Посмотрите. Вот как только вы говорите посыл, правильно делал, что не читал, вы впадаете в дракоманскую позицию. Потому что правильно фиг ли читать-то? Трясти надо. Понимаете, какая штука? Любое поведение строится следующим образом. Экспериментально все доказано. Выслушайте до конца. Я же это слышал раза четыре. Нет ли строится так любое поведение? Это гипотеза, модель, не работающая. Прекрасно работающая. Посмотрите. Оценка ситуации. После оценки строится цель поведения. После этого программа. И дальше управление. Это функциональные системы, функциональные составляющие любого поведения. Любого. Экспериментально доказано Павловым, Ухтамским, Анохином. Поэтому, когда мы говорим, что человек выполняет... Еще подобного Ухтамский не доказывал. Я страстный поклонник Ухтамского наизусть могу цитировать. Центр Геннадьевич, позвольте закончить свою мысль. Ложись. В чем вопрос-то? Почему он остается наркоманом? Я сейчас... Почему человек становится? В любой ситуации он выбирает цель. Действия, действия из того, что он наблюдает или сам делает, подражает или еще в любой. Вот эта программа он должен усвоить из общества, в котором он живет. Если этих программ нет, он не будет никогда алкоголиком, наркоманом. Общество, где живут люди по закону Шариата, не употребляют алкоголь. У них нет этого. Это у нас есть. И больше ни у кого. Как же Афганистан-то... Внимание! Мы говорим про алкоголь, но также возникает любая зависимость. Мы сталкиваемся с фактом. Мы делаем реабилитацию, проводим программу. После реабилитации надо человек еще сопровожать после реабилитационной программы. Возникает конкретный практический вопрос. А почему нужно вообще эту программу? Что на реабилитации? Все уже решили? Оказывается, нет. Выясняется, что патологическое лечение сохраняется, импульс к исполнению и употреблению опять сохраняется. Вот она программа. Она существует в голове человека, в виде образов. Я спрашиваю, проведение реабилитационных мероприятий устраняет эту программу. А выясняется, что нет. Я в 1999 году, когда готовил диссертацию, мы с профессором Орловым задавали вопрос многим специалистам. А куда одевается вот эта программа? В конкретных ситуациях, где есть цель, куда она делась? Она никуда не девается, поэтому она срабатывает. была предложена вот эту программу убрать. Эта технология позволяет, я не буду говорить, вот если мы пока не убрали эту программу, человек так останется, наркоман. Будем что угодно скурить. А это как раз о чем вы говорите, психический процесс. Вот устранили программу, излечение наступит, или избавление. Не устранили программу, она так остается. Я занял ваше время. Проблема в том, что программы у него нет. Если были программы, все было бы зашибись. Что такое программа? Это действие, которое он совершает. Она звалка программой. Это действие употребления. Программа это не действие. Это программа. Это интерфейс. То, что записано. Вы понимаете, речь идет о правильности понимания наших слов. Программа это то, что я совершаю в голове. Какую построить действие, чтобы достигнуть вот этой цели? Владимир Александрович, вы уверены, что вы знаете ту программу, которую вы совершаете в голове? Я не уверен в этом. То это дело, что такой подход позволяет вытащить это все, вот эту всю вполне доступно. Я уже 17 лет этим занимаюсь. И вытаскиваю эту программу. Очень успешно. И формируем вместо старой новой программы. наркотическую программу вытаскиваете. Но вся проблема заключается в том, что на место этой программы как минимум должно стать что-то другое. Я только что об этом сказал. Трезвое поведение строится. Трезвое поведение строится на какой программе? которого вы трезвое поведение это просто отсутствие некоторого фактора. Трезвое поведение это есть программа действий. Она начинается вот отсюда. Трезвое поведение — это отлицание. Трезвость — это отказ от приема объединяющих веществ. Это вообще слово трезвость не hertz себя позитива. Это не так. Значит, вы не так понимаете слово «трезвость»? Конечно. Совершенно не так. А как вы его понимаете? Трезвость – это совершенно сохранение состояния определенного. Это появление, как говорят в другой психологии, появление новой системы ценностей, которая, к сожалению, тоже может порождать своеобразные формы обвинения. Александр Геннадьевич, с детства трезвость присуща человеку. Вы уже рассматриваете период. Я не совсем уверен. Почему? Тогда что по трезвости понимать? А как же детская всемогущество? Не, минутчика. Если мы трезвость рассматриваем по отношению к наркотикам. С точки зрения… А что такое трезвость? Ну-ка скажите мне… По отношению к наркотикам. Мы бери ценности, вы туда вкладываете. Все человечества. Трезвые. Какие? Все. Все человечества. Вы все человечества ценности беретесь в голову вложить. Да. Вы же сами только что говорите. Ну, берега на пани величия тогда. Да нет, пани величия. Я спрашиваю следующую вещь. Давайте конкретно. Что такое трезвость? Давайте так. Вот трезвость – это точное поведение человека. Не, не, не. Подожди. Что такое трезвость? Я объясняю вам. Вы задали вопрос, я отвечаю. Трезвое – это поведение. Когда я смотрю, что за ситуация… В какой ситуации? А? Выбираю цель людей. Человек – это поведение. И совершаю действие. А трезвость здесь при чем? Минуточку. Послушай. Это всегда ситуация. Потому что человек никогда не употребляет абстракт. Он всегда употребляет ситуацию. Всегда. Таких ситуаций не было. Чтобы не было абстракта. У него есть всегда цель. Всегда есть цель. И трезвость тогда заключается в действии по достижению состояния определенного, которое обеспечивает не опьянение, а сохранение состояния комфорта. Если вам так угодно. Сохранение состояния комфорта, если я трачу для этого даже усилия, ну, например, медитация. В некоторых, в большинстве, на самом деле, в мировой психиатрии, принимается как некая форма объединения. Потому что в этот момент я улучшаю тестирование реальности. Александр Ильич, это взгляд психиатрический. А я вам говорю, взгляд связан с современной психологией, научной психологией. Какая это современная психология? У Томский спал бы на современная психология. Ну, то что у Владимира Александровича? А Анохин? И Анохин тоже. Во-первых, он не психолог. Они все физиологи. Ну, а они занимались психологией. Они об этом сразу сказали. С самого начала. Нет, ну, может, они это и сказали. Александр Геннадьевич, давайте в ваших терминах выразим. Александр Геннадьевич, пожалуйста. Я сидел, слушал спокойно. Минуточку. Я сидел спокойно слушал. Раз у нас все это дело. Здесь вопрос в том, что если человек вот здесь не обнаружит некоторую систему ценностей, причем эта система ценностей должна быть, простите, нетрезвостью, по одной простой причине. Любое достижение чувства покоя ради чувства покоя есть опьянение. А вот здесь должна быть некоторая система ценностей, некоторая, которая будет удовлетворять его жизненные цели, жизненные смыслы. Я вас понял. Можно отвечу? Это взгляд психоаналитика. А взгляд нейрофизиолога, это, конечно, гораздо более эффективный взгляд. Я не говорю, это не взгляд. Разные взгляды. Как сегодня Ирина Петровна говорила, что раз, есть разные взгляды. Я ответил на тот вопрос, который волнует всех, особенно практиков. Пока вот это действие, сформированное в голове в виде образа, программа действий существует, он остается наркоманом. Задача исключить из головы вот эту вещь. Сами же наркоманы говорят, изымите это из головы. Я всячески за вашу идею. Я просто пытаюсь сказать следующее. Это не имеет никакого отношения к теории наркомании. По одной простой причине. Проблема заключается в том, что теория должна объяснять причину формирования этой программы и этой цели. Это первое. Я объясню сейчас. Это первое. Постойте. Второе и последнее. Очень важно. Вы поймите. К сожалению, я специалист чуть-чуть по другим вещам. Я знаю похожих проектов и у зарубежных психологов. Очень похожих на ваши. Несколько десятков. И более того, я категорически уверен, что они эффективны. Только ни один из этих проектов не утверждает, что угошение некоторой программы поведения – это и есть избавление от наркотического стереотипа жизни. Потому что у огромного большинства этих людей, которые прошли через наш программу, сохраняется все равно возвращение периодически хотя бы к алкоголю и наркотикам спустя годы. Их суммарная эффективность никак не выше, чем суммарная эффективность программ другого содержания. Вот, например, символ драмы в определенном ключе. Эта программа вообще ваша. Ну, просто ваша. Она много ошей не делает. Да, да. Другой техник. Название просто. НЛП еще есть, кстати. Да, но мы об этом тоже говорили. Эффективность все равно та же самая. Она не превышает 40%. Я сейчас говорю очень грубо, потому что надо смотреть источники по НЛП. Я сейчас не помню эффективность. Презависимость. Но проблема заключается в том, что это все равно не теория. Это не теория. Это некоторая модель, годящаяся для психотерапии. Ну, потому что теория должна объяснять, откуда взялась. Вы говорите, здесь цель. Вот эта цель, откуда она взялась? Вот эта программа. Как она сформировалась? И, наконец, вот это устранение программы. Почему оно произошло? Вот это последнее. Вы объясняете, говоря, я угасил референ. Но никакого отношения к программе. Вы путаете то самое рефлексивное поведение. Совершенно не путаю. Я не путаю. Есть разные точки зрения. Чтобы прекратить этот спор, нужен рефери. Нужна теория. Теория существует. Она уже есть. Другое дело, что мы должны убедиться, насколько каждая теория эффективна. Вы говорите, психоанализ. 60 максимум дается. А 40 для чего? Почему не идет? А почему не 98? Да потому что, я все время повторяю. Или мы, сторонники психического заболевания, и вы тоже. Вы просто говорите, рефлекс патологический. Или система патологических условий для рефлексов. Это и есть психическое заболевание. И пытаетесь ее лечить. А 60 процентов, 40 процентов берутся от одной очень простой. И тогда получается, что наркологи говорят, ну мы немножко не додали таблеток, а здесь чуть-чуть неудоугасили. А мы не удоугасили. И я пытаюсь объяснить следующую вещь. Я пытаюсь все время объяснить, что проблема заключается в том, что эти 40 процентов берутся от того, с чего мы начали. О чем Ирина Петровна спрашивала. Из свободы человечества. Потому что у него могут быть все рефлексы угашенные. А он все равно идет. И он может быть наетой успокоительных таблеток. Вот так, ну, я не могу. А он все равно идет и пьет еще. Или колется. Понимаете, какая штука? И никакого ему так вышибли этими нейролептиками этот стереотип. Что, поверьте мне, у него действительно сушенное сознание. Он не соображает. Более того, у него витальные рефлексы еле-еле шевелятся. Я как-то странно себя чувствую. Я пришел говорить, а тут вместо меня говорят. Да и занимает время. Ничего. Я надеюсь, что... Вопрос в чем? Заканчиваем. Потому что вы рассказывали это несколько раз и писали даже более красивые и понятные картины. Это понятно. Говорится лишь о том, что это не может претендовать на всеобъемлющую теорию, объясняющую поведение человека. Человек не поведение. У человека есть поведение. Но поведение не равно человеку. И более того... А что такое? И более того... Это серьезный вопрос. Вы даже поведение... Это серьезный вопрос. Вы даже поведение... Мы сейчас это не будем обсуждать. Это часа 4, 5, 6, может, неделю, месяц, года. А самый главный вопрос... А ведется практический результат какой? Какой семинар? Да. Какие результаты? Перейдем все-таки к совершению. Подведем итог-то давайте. Давайте пробуем. На самом первом семинаре. Потому что, на самом деле, это очень здорово. Это так здорово идет. И если мы вообще в этих разговорах выходим на главные философские вопросы бытия. И это то, чего мучительно до боли, до тошноты лишена московская наркология. Вот просто мучительно говорить о смысле жизни и о том, что такой человек, там бессмысленно. А мне очень нравится, что мы спорим до хрипоты. Я пытаюсь вот что сказать. Если мы строим, неважно в каких терапиях, можно, кстати, можно, в терминах Ухтомского, я вот считаю, что это вообще замечательно. Потому что у Ухтомского есть физиологические аналоги, вот тех самых психоаналитических понятий, включая проекты. Но я хочу вот чувствовать, самое главное, что мы можем понять. Я пытался с этого начать все семинары. Что мы с вами должны исходить из того, что человек сильнее своих физиологических обстоятельств. Что личность способна изменить все. Потому что если мы в это не верим, никакая реабилитация невозможна. И теорию, мне кажется, нам нужно пытаться строить именно исходя из этого главного посыла. Как бы вы его ни называли, я его называю принципом человеческой свободы. Все, я бы хотел на это назвать. Александр Ильич, за личностью культура стоит. Мы уже проводили это лению. Конечно, культура нельзя. А как? Ну, а тогда и все, и социальные факты всплывают. А как? Обязательно логист. Более того, я же почему... Вы, как вы считаете, он всплывает, ничего плохого не делает. Нет, ну, я все-таки большую вещь и сама по себе не берет. Вот еще я говорю. Прочтите, и не будет ли вы. Я вам напомнить хочу, что первый, как Фрейд, был материалист. Он так считал. Второе. Фром считал себя марксистом. И, собственно, единственное развитие марксизма, которое произошло, оно произошло в франкфуртской школе. Бодрияр, который описывал общество потребления, считал себя неомарксистом. Немножко сложнее, но, тем не менее, я стараюсь вообще не пользоваться никакими, ну, скажем так, идеалистами. Поэтому я так мягко, на самом деле, в диалоге Тимея и Платона изложены первые основы теории зависит. Но это нас может увести вот как раз в философский разговор. А я пытаюсь сказать, что это не противоречит, на самом деле. Это просто опять снова углубляет. Поймите, я не против того, что говорит, о чем говорит Владимир Александрович. Да не против ни в коем случае. И он не противоречит опыту великих психотерапевтов никак. Проблема в том, что для того, чтобы объяснить, надо уходить с рисунка поведения, с внешнего вида образа, в глубину. Тогда появляются причины. Я с этого начал. Вот, собственно, и все. А не то, что вот я принципиально не согласен с этими простыми и понятными вещами. Они как бы, никакого сомнения в этом нет. Но это не объяснение поведения. Не теория.